Смотрите в этом видео, чьи школьники умнее. Русские? Россия! Или американские? Боже, нет, я не знаю. Как проходят уроки в США? Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью! Бэнг! Ааа! Это новый выпуск «Без границ» при участии специального гостя. Мой номер из Маша. Поехали! Мы долго учились в России, и нам не особо понравилось. Так что мы отправились в Америку на поиски лучшего вуза для нас и для вас. Это шоу «Без границ». Меня зовут Леша, и обычно я становлюсь студентом какого-нибудь американского колледжа или университета на 24 часа. Но сегодня совсем другая история. Сегодня я зачисляюсь в самую настоящую частную американскую школу. Помните во всех этих сериалах и фильмах, где школьники вот в этой форме, у них там логотипы, они гоняют на тачках, плюют на все законы, попадают на всякие передряги, неприятности? Вот это вот все. Круто! Тоже так думаете? Меня зовут Максим, я кандидат педагогических наук, и сегодня я встречусь с верхушкой школы, и самое главное, выясню, действительно ли среднее образование в США хуже российского. А меня зовут Маша, и я попытаюсь максимально добавить объективности в этот обзор, так как я училась в разных американских школах, и в русской тоже, и мне есть с чем сравнивать. Нам нужны ваши лайки и подписки, чтобы продолжать снимать видео о ваших возможностях за рубежом. Ребят, пожалуйста, подписка, лайк и все уведомления. Да! Обычно мы выбираем наказание для Леши на случай, если он не справится с учебой на новом месте. Но сегодня у нас приглашенный ведущий, популярный ютуб-блогер Машмаш, поэтому был бы ошибкой, катастрофой не столкнуть их лбами в интеллектуальной битве на знание школьной программы. Кто проиграет, будет выполнять наказание. Я 12 лет назад школу закончил, о какой программе вы говорите? Итак, наказание номер один. Проигравший должен выложить к себе в Инстаграм неудачное фото, которое выберет победитель. Следующий. Пролайкать все фотографии своего бывшего или бывшей. Можно проехать дальше. Выполнить три любых желания своего оппонента. Идеально. Хорошо. Задание номер 4. 24 часа смотреть видео Влада Бумаги. А4, Влад А4. Всем привет, Влад А4. Ты будешь смотреть. И пятое. Самое жесткое. Проигравший должен будет съесть козявку. Своего? Своего оппонента. Ладно, 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 ладно. Все. Это шутка была. Это была шутка. Нет. Нужно будет заработать 10 баксов, исполняя песню BTS на главной улице города. То есть на корейском надо петь? Я знаю на английском. Давай. Маша, крути. Только не пятерку. Выбери. Поехали. А крутит прямо со всей силы. Номер 2. Довечка. Пролайкать все фотографии своего бывшего. А если нет. Или бывшей. А тогда любого, у кого-то находишься во френд-зоне. Я слишком хороший человек. Ну, найдем. Найдем итоги. Итак, с наказанием мы определились. А теперь вперед за знаниями. Тревелворк в Сиэтле. Городе, который также известен как Врата на Аляску. И знаменит он в первую очередь благодаря вот этой башне. Space Needle. Космическая игла, которая была построена в 1962 году для того, чтобы просто выглядеть круто. Ну, а это Энни Райт Скулс. Частная школа, основанная аж в 1884 году, которая совмещает в себе начальную, среднюю и старшую школы. Именно здесь Леша и Маша получат новые знания, которые пригодятся им в финальной битве. Проигравший будет выполнять наказание. Пролайкать все фотографии своего бывшего. Но на самом деле можно сказать, что им повезло сюда попасть. Ведь стоимость одного года обучения здесь составляет порядка 70 тысяч долларов. Что почти в два раза дороже, чем обучение в Гарварде или других престижных вузах США. Куда, кстати, и поступают ученики Энни Райт Скулс. Мальчики и девочки, приходя в старшую школу, начинают учиться раздельно. Сделано это специально, потому что большинство исследований показывают, что результаты студентов в таком случае гораздо выше. Но что об этой школе думает реальный ученик? Тыщи, тыщи. Если вы фанат Гарри Поттера, то это та самая школа, в которой вам понравилось учиться. Потому что сама школа выглядит, как настоящий Хогвартс. Только посмотрите на эти старые здания. Но внутри все выглядит по-другому. Школа постоянно обновляется. Новым корпусом, построенным для мальчиков, управляет нейросеть, следящая за освещением, температурой и частотой воздуха. Также тут есть два огромных крытых спортзала, театр и футбольные поля. Встретительство одного только корпуса для мальчиков обошлось в 20 миллионов долларов. 20! И что это за комната? Вот их в дорогах? Это их шкафчики помечаются. То есть у них помечается нет дверок, и они не кромут. У нас даже шарик здесь, может, какие-то... Это не будет как классно. Панорамные окна. Мечтаю о таких тоже в своей школе. У меня в школе есть окна. У нас, кстати, в школе, у нас есть дверки, но мы их не закрываем. Все на доверии. Классно, классно. Классно всегда с деньгами. Откуда они знают эти языки? Во-первых, в моей школе. Испанский изучается два года, то есть, ну, два уровня. А здесь можно дойти до advanced. Не-не-не, смайл. Пусть вот будущие бизнесмены подписываются на мой YouTube-канал. И будут помогать мне делать карьеру режиссера, спонсировать мои фильмы. Леша и Маша отправляются на свои уроки, чтобы научиться чему-то новому и подготовиться к финальной битве, где им как раз пригодятся полученные сегодня знания. Кто же выиграет? Маш-Маш или же этот дядечка с бородой? Когда я был маленьким, школьные уроки не входили в мой круг интересов. И за 12 лет мало что изменилось. Так что я по инерции занял последнюю парту и вошел в режим невидимости для учителя. Хорошо, что были другие ученики. Доброе утро и добро пожаловать на мой урок. Как вы могли заметить, сегодня мы поговорим о химических свойствах и химических изменениях. Поснемся темой линейного спектра водорода, ну и в конце у нас будет шанс поджечь разные вещи, что, конечно, вам нравится. Что мне сказать? Ненавижу химию до сих пор. Урок был интересен, но химию до сих пор не люблю. Кто-то может напомнить мне, что такое физическое изменение? София? Поначалу нам казалось, что это будут обычные уроки. Так, что приходит на ум о слове маркетинг? Как вдруг начало происходить что-то интересное. А как же логотипы? Это важная часть маркетинга. Так, давайте посмотрим, что это. Макдональдс. Что это? Макдональдс. А, это что? Макдональдс. Что это? Макдональдс. Да, согласен? Ну, а по итогу мы все оказались обманутыми. Вообще-то это у Майка. Да, это мистер Махмуд. Хованан. ОМС Макдоналдс. Видите? Почему люди это делают? Потому что этот бренд узнаваем. Да, да, верно. Мы знаем эти логотипы, и они привлекают людей. Когда у тебя есть бренд, другие хотят быть его частью, потому что это масс-маркет. Потому что люди думают, о, наверное, это Старбакс. Мой урок только разгонялся. А вот на химии уже пошла реакция. Представьте электроны, проходящие через колбу. Летят очень быстро. Проще со спецэффектами. И электроны сталкиваются с бедными, несчастными молекулами водорода. И происходит... А, как выглядит ваш урок по химии? Напишите в комментариях. И когда электрон проходит и сталкивается, происходит взрыв. Так что маленький одинокий электрон движется вот здесь, и внезапно он сталкивается с другим электроном, и происходит... Дешевле. Дешевле значит цена, так? Пока я погружался в мир бизнеса, Маша успела приодеться для ее любимого предмета. Химия-химия. Да. Вот чем мы сейчас займемся в этой лаборатории. У каждого есть горелка, я помогу ее зажечь. Каждый из вас должен подойти и взять дюжину деревянных палочек, которые я предварительно замочил в дистиллированной воде. Итак, вы опускаете сломанный конец в химикат, и после подносите палочки к горелке и поджигаете. Ваша задача — понаблюдать, какой будет цвет. Таким образом вы поймете химические свойства каждого химиката. Хорошо? Я раздам их в случайном порядке каждому из вас, а после опыта вы поменяетесь. Погнали. О, зеленый. Ой, нет, голубой. Да, верно. Что это за цвет? Зеленый. Зелено-голубой. Так и запиши. Что это за цвет? Оранжевый. Да, ничего будоражащего. О, это красный. Как бы ты назвала этот цвет? Красный даже... Скорее оттенок пурпурного. Да, да, именно этот цвет. Я к тому, что не все просто красное, желтое и зеленое. Это пурпурный или даже персиклый. Это прям ярко-красный или даже оранжевый. Я бы сказал Аллах. Это... Вы знаете все о цветах. Моя жена художник, так что для меня все не просто красное. Когда вы видите яркие цвета фейерверков, вы, наверное, такие... Вау, как это работает? А это просто разные химикаты дают разные цвета при горении. Хорошо, давайте теперь посмотрим, сможете ли вы определить химикат по цвету, которым он горит. О, я знаю. Это... 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 О, так близко. Нет? Стронцин? Это кальций. А, кальций. Очень похож на натрий, но чуть более оранжевый. Не мое, не мое. Ну, так учитель сказал, а нам не всех, может быть, химия, она выбирает только любимчиков. Я явно не в ее вкусе. Для этого опыта нам потребуется абсолютная тьма, так что мы закроем дверь и выключим свет. О, темно. Как темно. Так, вам надо посмотреть через петроскоп. Если повернуть окуляр, можно будет увидеть цветные линии слева и справа. То, что вы видите сейчас, есть линейный спектр водорода. Происходит это, потому что электроны сталкиваются с атомами водорода, попадают на разные подуровни и возвращаются назад, создавая потон света. Наши уроки подходили к концу. Ни слова не сказал. И вот, что мы с Машей оба заметили. Когда Степ Джобс создавал первый продукт Apple, как думаете, думал ли он о желаниях потребителя? Нет. Нет? А почему? Потому что на тот момент не было чего-то подобного, и люди даже не представляли, что это за продукт. Вот если сравнить моих, да, школьников, наклассников и вот этих, конечно, чувствуется, что у них уровень чуть-чуть выше. Кто-нибудь помнит определение фотона света? Да. Фотон — это частица электромагнитного излучения. Это отлично. Фотон — это частица электромагнитного излучения. Точно. Конечно, это чувствуется. Ну, это, наверное, плюс штанта, плюс потому, что эта школа намного дороже моей. Чтобы проверить наши ощущения, Максим кое-что подготовил. В России принято считать, что американцы менее эрудированы, чем русские. И что учат в школе их здесь хуже, давая меньше общих знаний. Ну что ж, давайте проведем небольшой тест, после которого можно будет окончательно закрыть этот вопрос. Можно даже будет скидывать кусок из этого видео, если у вас с кем-то загорится спор. Мы выбрали случайных одиннадцатиклассников из Энни Райт Скул и из российской школы, чтобы задать им ряд вопросов из школьной программы и часть на общую эрудицию. Давайте знакомиться. Меня зовут Вика. Лорин. Таня. София Лороса. Таскер. Элиот. Алина. Где находится Россия? Ну, зависит от того, кого вы спрашиваете. Я думаю, что Россия отчасти в Европе, отчасти в Азии. Это в Азии. И она еще немного затрагивает Аляску, вроде бы. Это северное полушарие, граница с Европой. В восточной части Европы. Ну, я не знаю точно, как описать это словами, но я точно могу найти ее на карте. Где находится США? Я плохо знаю географию. США находится в Северной Америке. В Северной Америке. Какой язык является вторым по распространенности в мире? Мандарин. Китайский. Английский. Испанский, наверное. Испанский? Не уверена, что это так. Мне кажется, что первый китайский. Но я точно не знаю. Ну, не хочется сказать испанский, но мне кажется, что это китайский. Китайский? Нет, он первый. Английский. Английский, но почему-то мне кажется, что еще китайский может быть. В 1920 году была принята 19-я поправка в Конституции США. На что она повлияла? Я вам больше не буду верить, что здесь будут легкие вопросы. В общем, у них же было рабство, вот, отмена, наверное, что-то с этим связанное, я думаю. Я не знаю. Возможно, что-то с оружием? Не знаю. Она дает женщинам право голоса. Это касалось прав женщин и права на голос. Исторически это было однозначно очень важным шагом для женщин в получении большего количества прав. Как назывался военно-политический блок России, Великобритании и Франции, созданный в начале 20-го века? Ой, я точно помню, мы проходили это в 8-м классе. Не знаю. Это что-то на французском, да? Я не уверена. Это типа типа Антонта или что-то. Антонта? Кто был первым человеком в космосе? Я не знаю его имя. Это была русская... Это была российская, точнее, советская космическая миссия. Юрий Гагарин? Гагарин. Юрий Гагарин? Юрий Гагарин. Россия. Кто был первым человеком на Луне? Американец. Ну, это, наверное, Армстронг. Армстронг? Да? Нил Армстронг. Нил Армстронг? Три человека. Ну, технически два. Это Нил Армстронг, Баз Олдерин. И третий человек, он не особо известен, поэтому... Но точно помню, что он там был. Что гласит теорема Пифагора? Сейчас, подождите. Вот я только недавно решала с помощью теоремы Пифагора. Я просто не знаю, как это объяснить. Сторона треугольника равна сумме двух сторон в квадрате. Квадрат катетов равен... Сумма квадратов катетов равна квадрате гипотенузы. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов ее катет. Сколько материков на Земле? Перечисли. Обязательно вслух перечислять. Вообще, это меняется, но должно быть 7. Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Австралия... Африка, Азия... Антарктида, вроде как. А я 7. 7. Скажу 7. Нет, 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 6. Кто был первым президентом Соединенных Штатов Америки? Я не знаю. Может быть, Джордж Вашингтон? Джордж Вашингтон. Это Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон. Есть некоторая конспирация вокруг этой темы, но вообще Джордж Вашингтон. Я не особо уверена, но точно была какая-то теория заговора о том, что он не первый президент, но в международном плане, да, его знают как первым президентом США. Кто был первым президентом России? Я не знаю. А разве не было в России монархии долгое время? То есть, сначала был царь, а потом президент? Какой букв? Я не знаю. Сталин, возможно. Но я... Ельцин. Ельцин. Добро пожаловать на интеллектуальную битву блогеров. Маша. Больше ста тысяч подписчиков на ютубе. Алексей. Пора бы догнать хотя бы до пятидесяти. Участники отвечают по очереди. Каждый правильный ответ принесет игроку один балл. Участник, набравший меньше баллов, должен будет выполнить наказание. Какой процент поверхности Земли покрыт океанами? Тело человека состоит из 98 или 2% воды. Следовательно, 75. Неправильно, 71. Но это близко. Сколько всего зубов у обычного человека? 32. Каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице? Феррум. В какой органоле растения происходит фотосинтез? 4. Клоропласт. 3. Еще разочек. Клоропласт. Это верный ответ. Че? Клоропласт. Че, пенопласт? Клоропласт. У кого общее название членов класса теплокровных яйцекладущих позвоночных животных? Млекопитающие. Правильный ответ – птицы. Падающие, Леша. Что является самым жарким элементом в структуре планеты Земля? Ядро? 3. 1. Правда? Да, она даже не знала, она спросила, правда? Как называется расстояние, которое световой луч преодолевает за один год? Как же она называется? Световой? Так как это расстояние, то это не может быть луч, не может быть ничего, кроме световой что-то. Луч тоже может быть расстоянием. Нет. Ну, имею в виду, ладно, нет, я не хочу. Ладно, ответ у меня было в голове сразу, световой луч, но это не является правильным ответом, но я говорю световой луч. Это неправильный ответ. Естественно. Правильный ответ – световой год. Сама аналогична. Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен? Брюки острова колена? Облегающие брюки длиной до колен. А вопрос в чем? О, до колен. Где колени, знаешь? Да. А зачем я тебе помогаю? Хотя, ладно, где колени? Внизу. Да, такие немодные ребята на улицу ходят. А, мне название одежды нужно? Траники, траники. На букву «Б». Убрань. А. Ну, Бриджи? Да. Я надеюсь, что я веду тебя в правую, в правильную сторону. А может, нет? Не знаю. Бриджи? Это твой окончательный ответ? Название островов надо было? Ну да. А, подожди, Бриджи – это название шорта, может быть, какие-нибудь бриджинтовые острова? Бриджи могут быть. Фиджи? Фиджи – это город или острова? Фиджи, острова. Не, ну, помочь была, как бы… Мой ответ – Бриджи. Что? Бриджи? Не знаю, твой ответ. Мой ответ будет Бриджи. Хоть это тоже звучит. Зато смешно. Неверно. Правильный ответ – Бермуды. А, Бермуды! Какой молочный продукт основной для приготовления Пасхи? Правильный ответ – творог. Маша. Я готова. Не чувствуется. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Один. Это неправильный ответ. Правильный ответ – 12. Да, я не знаю, я не знаю, такая штат. После пяти вопросов счет 2-3 в пользу Маши. Но впереди еще много вопросов, в том числе по теме пройденных сегодня уроков. Назовите столицу Бразилии. Я специально столицу повторяла, пока ехала, и забыла. Рио. Рио. Это не Рио, Джанейро, это Бразилия. А, Бразилия. Бразилия. Сколько океанов на нашей планете? 8, я думаю. Хочется сказать 2, но я уверен, что их больше, чем 2. Вообще, в теории, это один океан, но разделено на несколько. Либо 4, либо 5. 5. 5? 5! 5, наверное. Назовите формулу кислорода. H2O. А, это вода. О, Боже. H2O? Формула кислорода, это O2. 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 Сколько штатов в Соединенных Штатах Америки? Ой, что-то у меня какие-то цифры 39, 64, 39, наверное, приблизительно. Много. 50. 50. 50. 50. Сколько республик в России? Назовите минимум 3. О, Боже, нет, я не знаю. О! 16, по-моему. Больше 15? Ну, да. 17, но я не одну не могу назвать. Бурятская республика. Коми-республика. Тадарстан. Ну, их много, их штук 17. Какие прямые никогда не пересекутся? Параллельные. Что весит больше, килограмм гвоздей или килограмм гусиных перьев? Перья. Они оба весят одинаково. Это одно и то же. Ну, одинаково. 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 Одинаково должно быть килограмм уже всего. В какой галактике находится Земля? Солнечная система. Млечный путь. О, Млечный путь. Млечный путь. Млечный путь. Наша галактика. Россия! В каком году распался Советский Союз? Где-то в девяностых. В 1916. В 17-м, по-моему, была революция. А, Советский Союз. Я знаю про другое. В 1990. В 1991. Нет, в 1991. Все. В 1991. В каком году началась гражданская война в США? Как называется самая длинная река в мире? Я не знаю, нет. Нил или, может быть, Амазонка? Амазонка. 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 Нин. Чему равно число пи? Два. 3,14. 3,14. 3,14. Ну, это так, в общем. 3,14 и так далее. Бесконечное число. 3,14. Сколько ваших знакомых курят? Только честно. Ваши родители все равно этот ролик не увидят. Сигареты? Я не знаю, если честно, курите кто-то сигареты. Прям однотреть, наверное. Никто. Знакомых много, друзей никто. На самом деле, мало. К сожалению, количество достаточно большое. Но из близких друзей, все виды здоровый образ жизни, никто не курит. К сожалению, это достаточно большая проблема сейчас в США. Но все зависит от того, какое окружение ты для себя выбираешь. Как вы могли заметить, в вопросах на общую эрудицию школьники, как из России, так и из США, справились примерно одинаково. Также хорошо они себя показали и в знании истории своей страны. Но вот когда заходил вопрос об истории другой страны, плыли одинаково как одни, так и другие. Поэтому можно сделать вывод, что в среднем уровень среднего образования примерно одинаковый. И пора бы поставить точку в этом вопросе. Во всяком случае, так показал наш эксперимент и те школьники, с которыми общались именно мы. А если тебе хочется лично сравнить на собственном примере опыт образования в Америке и в США, то добро пожаловать на бесплатную консультацию с одним из наших кредитовых специалистов, и мы поможем тебе отправиться в Америку учиться в одну из частных или государственных американских школ. Продолжи фразу. Я на седьмом этаже. Это как шестой, но... Только на один выше. Великие слова Гуфа. Если ты меня смотришь, передай привет. Ну, это я тебе дала просто, так знаешь. Ты знала? Все знают. Все знают. Какое растение является близким родственником томата? Огурец или картофель? Огурец. Это неправильный ответ. Правильный ответ – картофель. Огурец – это тоже фрукт. Ты перепутала. Арбуз – это ягода. Нет, томат – это фрукт. Огурец – это фрукт. Я знаю это. Это слишком умная информация. Я считаю, что да. Минус один балл. Три-три. Экранизация какого известного литературного произведения привела к массовому отлову краснокнижных белых сов? Такие существуют. Краснокнижные, белые совы. Так они определятся. Определиться могут, они красные, они белые или они книжные. Какое произведение? Ну, пролетая на гнездом кукушки. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Гарри Поттер. Все слишком просто. Я смотрела, но не фанат, даже не знает. Какое животное жители некоторых племен называют лягушка с крышкой? У меня есть в голове одна идея. По размысленнию просто нет. Нет, нет, нет. В прошлый раз с бриджами мы уже пролетели. Черепаха. Чем? Че, что? Черепаха. Черепаха? Лягушка с крышкой. Лягушка с крышкой. Лягушка с крышкой. А, нет, не будет. Черепаха. Это правильный ответ. Ладно, это правильный ответ. Каким латинским словом называют лицо, скрывающее свое имя? Вот, например, вы сидите в браузере, вы хотите зайти в скрытый профиль. Вы правую кнопку нажимаете, выбираете инкогнито. Какой век до нашей эры был раньше? Четвертый или третий? Четвертый. Раньше? Ты чего? Не мешай, ты плытаешь. Ну, вот так. До нашей эры. Я поняла. Я поняла. Критичная ситуация, мозг отказывает думать. Так, так, так. Так, так, так. Почему вы все время хочешь сказать четвертый? Мне кажется, четвертый. Хорошо. Я опять тебе помогаю. Раньше. Не позже, а раньше. Все, я поняла, я поняла третий. Только посмотри. Нет. Принимаю. Ладно. Не столько. Ладно, хорошо, третий. Я доверяю ему. Третий. Это неправильный ответ. Слушай. Нет, подожди, стоп. Теперь логически подумаем. Смотрите. Это был четвертый. Мы рисуем таймлайн. Мы рисуем таймлайн. Мы рисуем таймлайн. Первый век. Наше эры и до наше. Это разные годы. Первый век. Точнее, годы это разные эры. Ну, любой век. И идем до нашей эры. Вот именно. Наша эра, это идет раз, два, три, четыре. А до нашей эры, это идет в обратном направлении. Мне нужно тетрадь. Это... Еще раз. Это не так. Третий. Четвертый. Пятый. И какой же был раньше? Раньше был третий. Раньше к нам. Точка отчета какая? Раньше что было? Яйцо или курица? Ну, что было раньше, до нашей эры. Было раньше четыре, чем три. Объяснение заняло очень много времени, но в итоге мало что изменилось. Хорошо. Напишите в комментариях, кто прав, а кто виноват. И это даже не мой вопрос. Подставил. Я считаю, что я прав. Я даже готов подать этот бал. Сколько там, какой счет? Четыре-четыре. Отдаем один вопрос. Один. Четыре-четыре. Три-пять делаем. Вот это поэтому, если не слушать. Три-пять. Только свой голос внутренний. Счет 4-4. Впереди самые сложные вопросы, и никто из участников не намерен сдаваться. Проиграй. Капец тебя. Но сейчас пришла пора задать взрослые вопросы маленьким американцам. Продолжение следует... Особенно, когда мы поцелим для Хрисмаса. Попробуй поцелить это немного для меня? Конечно. Извините. Давай, отдай. Попробуй. Джингл-белл, джингл-белл, джингл all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Эй! На самом деле, мы смогли узнать у детей гораздо больше, чем можем показать в этом видео. Как они относятся к ТикТоку, к школе, как решают конфликты внутри семьи. Мы выпустим полную версию, если вы поставите 5000 лайков под этим выпуском. А теперь мы покажем американским детям, которые ничего не знают о России, нескольких российских знаменитостей, чтобы Элли и Джек угадали, кто это и почему знамениты. Я думаю, что он выглядит как комедия. Комедия. Он может быть активист. Он профессионал артист. Это звучит очень странно, но он выглядит очень смешно. М-м-м. Он может быть как он великолепный комедия. Комедия. Я думаю, что это трофей или что-то в руках. М-м. Я думаю, что он просто… Манеж. Манеж. Он может быть хорошим актером. Я думаю, что вы абсолютно верите. Манеж. 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 Если он играет, то он может быть оченьよ, или… Манеж. Манеж. Я не знаю, что я говорю, но активист или актер? Я могу сказать, что это в любой, но... Я думаю, что он... Он как-то... Ман�ер? Потому что он в офисе, или человек... Он работает в школе. Я смотрю на что-то в背景. М-м-м. Это вообще старые телефоны. Может, он звонит? Или может, он сделает телефоны? Он выглядит, как он может быть фильм director. А фильм director. Или, как бы, в шоу. Он выглядит, как бы, врач. Так что... Атлетик? Что ты думаешь, если он сказал что-то о США, что ты думаешь, что он сказал? Что ты думаешь? Что ты думаешь? Что ты думаешь? Я думаю, что это так же. Этого человека мы, на всякий случай, решили не показывать вам. Догадались, кто это? Пиши в комментарии. Эмм... Я думаю, что он выглядит, как бы, структурой. Как бы? Как бы, структурой, который делает, как бы, структы для людей. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Ты думаешь, что он может быть профессиональный спутник, или комедия. Спасибо большое за ответ. Это было круто. Я не думаю, что я правила. Ты получила, что я правила. Я получила. Да. Спасибо. Ха-ха-ха. 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 Да. Фундаментальная частица, квант электромагнитного излучения в виде поперечных электромагнитных волн и переносчик электромагнитного взаимодействия, это... У тебя просто есть догадки, мне интересно? Я тебе уже один раз подсказал, там все пошло в тартары. Ну, понимаешь, если ты будешь подсказывать, я буду понимать, где неверный ответ точно. О-о-о, умная какая нашлась. Отвечай на свой вопрос сама. Так, по... Сейчас. Поперек, поперечь. Электрон. Это неправильный ответ. Правильный ответ – фотон. О. Понятно. Для последнего раунда мы поменяли темы местами. Леша – химию, а Маша – маркетинг. Каким цветом горит пламя спирта при добавлении натрия? Красно-оранжевый. Я выбираю красно-оранжевый. Правильный ответ – желтый. Ну, красно-оранжевый! Ну, а... Да, в разные были оттенки. Продолжите фразу. Маркетинг – деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью... Заработать? Сочнём за правильный ответ. Потому что изначально формулировка – извлечение прибыли. Но, по сути, это тоже самое. А эта цитата прямая? Счёт сравнялся. 6-6. Последний вопрос решит, кто победит, а кто будет лайкать все фото в инстаграме своего бывшего. Кто первый поднимет руку – отвечает. Если игрок ошибается, оппонент может дать свой ответ. Побеждает тот, кто ближе к правильному ответу. Тема – ОБЖ. У меня классная руководительница была. Второе место по ОБЖ в Олимпиаде в городе. В области 47-го места. За сколько времени на оценку «Отлично» необходимо надеть противогаз по команде «Газы»? Нужно надеть противогаз по команде «Газы» за не более чем 3 секунды. Точная цифра. За 1 секунду и 3 миллисекунды. 1 секунду и 3 миллисекунды. Очень быстро. Нет, 2 секунды. Я очень быстро надевал его. Раз. 3 секунды. Правильный ответ – 3 секунды. Он поменял как раз ответ в своих. Какой он брать? Что? Правильный ответ – 3 секунды. Это неправильный ответ. Нет шанс. Так. 2 секунды. Это неправильный ответ. Правильный ответ – 8 секунд. А. А, я первый. Я 3 секунды. А у тебя 2 секунды. Все. Получается, тебе нужно найти как минимум одного своего… Приятеля. Приятеля. И чтобы ты сделала то, что должна сделать. Все. Спасибо большое за игру. Очень было приятно. Поиграть? И… Нашиники спотели. От этой. Да. Пойдем дальше. Суеты. Это были потрясающие 24 часа, за которые мы много чего узнали об американских детях. И еще больше о себе. А теперь я расскажу, как поступить в Энни Райт Скулс самостоятельно. Идем на сайт школы в раздел «Адмиссионс» и находим там 8 простых шагов для зачисления. Заполнить анкету о себе и оплатить регистрационный сбор. С этого момента процесс зачисления начинается официально. Необходимо будет предоставить расшифровки вашего аттестата за последние 2 года и рекомендательное письмо от вашего учителя. Затем вам предстоит сдать тест по математике, который будет влиять на решение о вашем зачислении. Также вам нужно предоставить результаты языкового экзамена TOEFL. Вот с такими оценками. Самый последний штрих – выписка из банка с 65 тысячами долларов на счету. Получить консультацию о поступлении в Энни Райт Скулс или другое учебное заведение можно по ссылке в закрепленном комментарии. Там же промокод на бесплатное визовое сопровождение от Travelworks. Удачи! Пам-пам-пам. Да, перед вами сидит проигравший участник. Мне не стыдно, потому что, знаете, было бы намного хуже, если бы Леша мне проиграл. Вот это было бы намного хуже. Поэтому я бы взяла ответственность наказания на себя. Кстати, повторю свое наказание. Мне нужно промлакать фотки своего бывшего. Но проблема в том, что у меня нет бывшего. Я долгое время искала, где они водятся, где водятся бывшие. Но вот оказывается, они водятся в прошлом. А в прошлом у меня была только учеба. Ну, я креативный человек, как мы все знаем. У меня голова 20 инчей. Но там очень много идей. Очень много идей. Поэтому я решила выбрать, наверное, рандомного подписчика в моем инстаграме и пролайкать его. Я думаю, что каждый обрадуется, если я его лайкну. Особенно, если этот подписчик меня любит. Вообще будет классно. А представляете, это будет хейтер, который просто следит за мной. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пыч. Такие. О! Это собака! Какая она смешная. Прикольная. Пролайкаем. Там-пам-пам-пам-пам. Мы даже за комментарий напишем, какая она прикольно. Прям как я. Утро. О, девочка. Она такая красивая. Красивые глаза. Если ты смотришь мой канал и смотришь это видео, знаю, у тебя красивый глаз, мы так напишем у тебя. Мам, у тебя какая красивая собака. Это как Хатико, он выглядит как Хатико. Если я не ошибаюсь, ого. А девочка с талантом. Снимается спортом, наверное. Свою работу я сделала, хоть это было и не наказание, но креативный подход. Что поделать, если у меня нет бывших? У меня тых и все. Знаете что, если бы даже у меня был бывший, я бы его и так лайкала. Это же всего лишь тык в инстаграме или пока не знаю. В любых сетях это просто тык. Этот тык очень много значит в наше время. Это печальный факт. В следующий раз я сделаю все, чтобы Леша выполнял наказание. Итак, у нас тут есть подарок, который мы разыграем случайным образом среди наших подписчиков. Чтобы участвовать, оставь любой комментарий от четырех слов под этим видео и жди результаты в сторис нашего канала. Не забудьте подписаться на канал Маши. Там она рассказывает о том, как она учится в американской платной школе. А также не забудь подписаться на канал Travelworks и обязательно посмотри предыдущие выпуски. Там все очень круто.